Итак, в рамках данного видеоролика я бы хотел обсудить с вами ситуацию в макроэкономике мирового масштаба, а также в дальнейшей денежно-кредитной политике Центральных Банков ФРС и Европейских Центральных Банков в том числе. Ну и, соответственно, сослагаться также на товарно-сырьевые рынки и криптовалютные рынки в том числе. Господа, смотрите. Сейчас ключевая ставка ФРС находится в районе 5,75% годовых, почти у 6%. Трежерис США уже закладывает то, что ключевая ставка ФРС будет неуклонно снижаться. Но для дальнейшей сменной риторики денежно-кредитной политики страны ФРС необходимо словесно и действенно манипуляция в виде роста доходности Трежерис опять в районе 5% годовых, где у нас хоть Джером Пауло говорит, что ключевая ставка носила своих минимумов, максимумов, и как следствие пора бы денежно-кредитную политику в ее ужесточенном формате сворачивать. На этом факторе у нас Трежеря будут падать. Первая цель 3,66 пункта, вторая цель 7,275, третья цель 1,50. И на этом же факторе будет снижаться ключевая ставка ФРС. Внимание! Перед любой финансовой рецессией ключевая ставка ФРС находилась всегда на своих исторических максимумах. Будь это 70-е, 80-е, 90-е, там, нулевые годы роль не играет. Как следствие, финансовый кризис, он уже близится. Рецессия, простыми словами, замедление, ну или, проще говоря, спад экономической активности разных стран. К примеру говоря, европейский ВВП, ряда флагманов европейской экономики типа Германии, Франции, Италии, Британии и прочих стран в этом духе уже находятся в отрицательном значении. То есть еврозона терпит откровенный спад вала внутренних продуктов, спад деловой активности в том числе. На кону находится Китай, чей ВВП тоже входит в отрицательное значение, то бишь в рецессию. И теперь на кону стоят Штаты, чей ПМА тоже снижается, чей ВВП тоже по себе начинает аккуратно снижаться в рамках текущей ужесточенной денежной кредитной политики. В рамках того, что деньги стали тупо дорогими. И кредитоваться мои компании просто-напросто не могут на своих же там выгодных условиях, которые они могли делать еще в 21-м или 20-м году. В чем суть? В том, что по мере раскрученного маховика финансового кризиса мы как раз и увидим снижение всех макроэкономических показателей деловой активности. И как следствие ФРС неуклонно и неизбежно будет понижать ключевую ставку для того, чтобы деньги сделать максимально дешевыми. На факторе чего у нас будет расти новая порция денежной массы М2, что в свою очередь будет разгонять долларовую инфляцию в мире. И как следствие разгон долларовой инфляции в мире на факторе снижения ключевой ставки у нас будут разгонять тупо за собой сырьевые рынки. Такие как нефть, газ, зерновые культуры, золото, серебро, платина, палладий. И как следствие весь этот разгон ценно-сырьевых товаров будет, как вы знаете, сопутствовать к чему? Правильно, девальвация индекса доллара. То есть снижение доллара по отношению к евро, к австралийскому доллару, новозеландскому доллару, британскому фунту стерлинга, швейцарскому франку и прочим валютам в этом духе, к уровню 88 дефис 90 пунктов. Внимание, господа, к чему я все кланю. К тому, что предстоящая финансовая рецессия в мире это не страшно. Это как Амари Кокусилу. Посыл заключается в другом, что будет после рецессии, а после рецессии будет самая низкая ключевая ставка ФРС, либо на уровне 1%, либо на уровне опять нулевого диапазона 0,25% пункта, потому что нужно будет как-то реабилитировать рынки после кризиса. И внимание, что мы должны под всем этим понимать, то что даже перед началом финансового кризиса индекс доллара будет аккуратно снижаться к уровню в район 102 дефис 99 пунктов. На этом факторе сырьевые товары будут аккуратно также расти, такие как золото, серебро, платье на палладе и, соответственно, криптовалюта. Хочу заострить ваше внимание на криптовалютном рынке. На нашем телеграм-канале Биржевик Акций, где 67408 подписчиков, а ссылка на канал имеется в описании под каждым видеороликом, первый пункт телеграм-канала, пункт А телеграм-канала про рынок акций, настоятельно рекомендую вам подписаться, я опубликовал технический пост про биткоин, который сейчас стоит почти в районе 40 тысяч долларов за монету. К слову говоря, еще год назад, когда толпа не верила, когда мы в нашем криптогиде, групп каналов Биржевик, аккуратно наблюдали и поголовно закупали тельные инструменты криптовалютного рынка, биткоин по 20 тысяч долларов, эфириум по 1700, то спустя год все это добро, оно уже кратно выросло. Биткоин вырос почти в два раза, это подчеркиваю, эфириум вырос в районе 30-35% от уровней 1000-100 долларов за монетку. И внимание, цели по биткоину еще все еще находятся в районе 40 тысяч баксов и еще в районе 50 тысяч долларов за монету. Почему? Потому что перед рецессией финальный вынос по всем сырьевым рынкам мы увидим. И внимание, после рецессии мы увидим тотальный вынос по всем сырьевым рынкам, когда ключевая ставка ФРС будет на своих минимальных значениях, когда денежная масса М2 будет кратно расти, когда индекс бакса будет просто обваливаться. Куда побежит рынок? Явно не в акции, они побегут в сырьевые товары, а биткоин и эфириум, они как раз и являются придатком сырьевого рынка, как эту коррекцию провели по факту американцы буквально года 2-3 назад. То бишь индекс бакса падает, крипта растет, индекс бакса растет, крипта падает, ну все в корреляции с рынком драгопрометаллов. Внимание! Более детальной мысли я со своими коллегами публикую по криптовалютным рынкам на нашем телеграм-канале биржевик Криптогид. Давайте начнем с того, что оно представляет из себя, чтобы вы понимали. В первую очередь я со своими коллегами пытаемся удовлетворить вашу потребность в знаниях, что по фондуму, что по криптовалюте, что по товарным сырьевым, что по макроэкономике. Все цело. Поэтому больше года мы собирали обучающие материалы, вот в этой графе криптословарь, чтобы потом вам это все простым, нормальным, адекватным, незаумным, незнаучным языком все озвучить. Чтобы вы понимали. У нас также имеется в Криптогиде обучающая платформа, где вы можете в любое время круглосуточно изучать все досконально, полностью. То есть видеоролики мы тут тоже смонтировали, сделали все это, опубликовали. Господа, развивайтесь, это нужно. Я хочу, чтобы мое сообщество, оно было сообществом гениев, созидателей, а не потребителей. Ну и при этом раз в неделю мы созваниваемся и обсуждаем важные темы по макроэкономике криптовалютам в том числе. Ну, проще говоря, учимся друг с другом коммуницировать, учимся друг друга понимать. Все возможные записи прямых эфиров мы в том числе выкладываем на наш канал Биржевик Криптогид. Так, помимо прочего, у нас также тут публикуются торговые идеи по разным монеткам. Там не только Биткоин, не только Эфириум, в том числе и монетки Рипл и прочие в этом духе графики торговые идеи. При желании тоже можете это брать и торговать. На одну сделку приходится, ну, плюс-минус от 5 до 15% профита. Ну и за 3 месяца удалось нехило разогнать депозиты. Ну и, соответственно, что отличать крипту от других финн инструментов? Так это возможность зарабатывать монеты за активность. Не только там путем торгов, но и за активные действия. У нас в клубе мы создали целую ветку, посвященную этой теме. Можете просто не торговать криптой. Можно просто принимать активность, чтобы с этого тоже иметь определенный профит. В общем и целом подписаться можете через нашего бота Биржевик Бот, либо биржеквип.ру. Наш официант играм робот и сайт для входа в Биржевик Криптогид. Нет, рекомендую кладить знаний, вся имеется там, что по макроэкономике, что по криптовалютам. Переходим далее. Поэтому по крипте, медленно, но верно, будем пробивать урни верхней грани полос Болинджера и выходить на реперное сопротивление в районе 40 с плюсом тысяч долларов за монету. В принципе, то, что я вам говорил год назад, то, что говорил вам еще на протяжении последнего полугодия. Вот, получите, распишитесь. Внимание, что касается рынка золота. Мы должны понимать, что да, цели DXY находятся ниже. И в чем прикол? В том, что мы будем скоро с вами штурмовать уровень сопротивления 2080 долларов за унцию. Мы идем на эти уровни шипов. И, внимание, если вдруг, подчеркиваю, если вдруг, что малая вероятность, но всяко может быть, удастся закрепиться выше этого уровня, с выходом еще выше, у нас путь открывается на 3000. 3000, я уверен, мы увидим. Это вопрос времени, вопрос срока, вопрос того, насколько будет интенсивно падать индекс доллара. Но сама суть в том заключается, что из боковика нас постепенно будут выгонять выше. Это вопрос времени, вопрос, причем, недальних сроков. Поэтому, в принципе, по крипте, по металлам, да, будем расти. Что касается золота рубль, серебра рубль. Внимание, я держу свою инвестиционную позицию также по серебро рубль, именно слиточную позицию, то есть физические металлы. Соответственно, у меня страница на гид находится в районе 60 рублей за грамм серебра. Как следствие, я буду и дальше свою позу удерживать на район сопротивления, на район сопротивления 110, дефис 120 рублей за грамм. Почему? Потому что у нас будет дальнейшая девальвация рубля на горизонте будущего, во-первых. Во-вторых, у нас будет дальнейшим также рост на серебро, как таковое. И этот рост, он будет кратным. Вот о чем речь. Поэтому, да, конечно, я продолжаю свою позу удерживать. Мне глубоко фердится, что там многие другие мне говорят, мол, типа, Михалыч, там серебро не вырастет. Так прости, подвинься. Оно уже растет, черт тебе подыри. И то же, что касается золота рубля, к примеру говоря, у которого цель на 8 тысяч рублей находится. Так что, в принципе, свою инвестиционную позу я держу. И, в принципе, фиксировать позу по серебру рубля я планирую только выше. Здесь продавать я не вижу никакого смысла. И, внимание, что я этим всем пытаюсь донести. Мне, откровенно говоря, нахуй не нужна валюта. Мне не нужны баксы. Мне не нужны евро. Мне нахрен не всрался юань. Этим всем дерьмом я готов торговать только спекулятивно. Не более чем. Мне они в инвестиционном порядке вообще не всрались. Здесь всралась мне только физически-материальная база. Что это? Это металлы. Это крипта, в принципе. Поэтому я эту базу так или иначе планирую дальше держать. Не суетиться, не париться, не переживать. Потому что все равно мы идем четко по тому сценарию, который, говорю вам, на протяжении последних нескольких... Ну, последних кварталов, наверное. Либо двух кварталов. Уже в будущем году ставка ФРС будет кратно снижаться. И, поверьте мне, широкие массы, широкие массы ждут наоборот. Чего? Жесткого подъема ключевой ставки. Мол, еще выше надо им до 8% годовых. Так, извините меня, при государственном долге США в 33 триллиона долларов, которые будут уже через 40 триллионов долларов, им нужно дальнейшее повышение ключевой ставки, им-то проще дефолт объявить. А объявить дефолт, что мы получим на выходе? Получим то, что они потеряют влияние мировое. То есть, мирового полицейского больше не будет. Шериф потеряет хватку. Им это надо, им это не надо, поверьте. Поэтому я говорю, что ставку будут понижать, рынки будут спасать, инфляция будет расти. Все. Крипта цели выше, золото, серебро цели выше, по нефти цели выше. Для нашего даже рынка акций это просто тотальный позитив, из которого треугольника мы потом будем, ну вот, медленно, но верно выходить именно вверх. На факторе удорожания цены на сырьевые товары, девальвацию рубля в том числе. В общем и целом, в рамках данного видеоролика я обосновал свою точку зрения, с точки зрения, извиняюсь за такую тавтологию, с точки зрения макроэкономического расклада на тему того, почему сырьевые рынки будут расти дальше, почему крипта будут расти, почему металлы тоже будут расти. Потому что мы скоро будем на пороге грандиозных событий. Большого круговорота, господа и дамы, инфляции в мире. Надо готовиться, не надо ковырять нацу, не надо уповать на слова политиков. Надо понимать, что, черт возьми, впереди инфляционный шок. Нужно что-то как-то предпринимать для того, чтобы свои деньги вообще вовсе не потерять. Вот, я вам ознаменовал, рассказал, все доказал на пальцах. К тому же, многие макроэкономические инструменты типа медь в золоте, Dow Jones делены на золото, SPX делены на золото. Все это находится в своих ценовых минимумах. И все эти макроэкономические инструменты тоже будут дальше расти и сподвигать сырьевые рынки также на дальнейший вертикальный взлет. Вопрос время, вопрос сроков. Поэтому, господа, готовимся, не суетимся, не паримся. У кого позы физически-материального формата есть, надо будет держать, чтобы потом продать выше, чтобы потом с этого извлечь материальную выгоду. На этом все. Я вам рекомендую подписаться на все наши медиаисточники. Первый пункт, биржевикбот, либо биржевиквип.ру. Наш официальный телеграм-робот и сайт для входа в веб-канал по трейдингу инвестициям. Проводим прямые эфиры каждый день. Торгуем вместе, отвечаем на любые вопросы, а также публикуем обучающие посты и лайфхаки по экономике и торговле на рынке. У нас имеется телеграм-канал пункта про рынок акций, б. про сырьевой рынок, в. про облигации, г. про банковский сектор и рынок недвижимости. У нас имеется в канта группа Яндекс.Зен и Рутюб канал. На эти ресурсы вам тотально рекомендую подписаться. Информация, которая выходит там, задержка во времени, а быть может и вовсе на YouTube не попадает. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время и грамотные стратеги, наши главные союзники. На этом все. Все вам доброго и до свидания.